И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Сегодня у меня вновь необыкновенная серия. Эта задумка у меня давно-давно где-то сидела в голове, и я сегодня её решил, так сказать, выразить вам её на экраны ваших компьютеров, гаджетов и прочего. Друзья, я думаю, что многие из вас когда-нибудь задумывались, а как бы выглядело ночное либо дневное небо, если бы наша планета Земля была бы намного ближе к другим известным объектам, допустим, какому-нибудь созвездию или туманности Ориона к планете Юпитер, либо наша Земля находилась в другой галактике, находилась бы рядом с чёрной звездой. Как всё можно это было бы увидеть с планеты Земля? Так вот, друзья, с сегодняшней серии я попробую показать вам то, что, возможно, да, мы бы смогли наблюдать, если бы наша планета Земля зародилась в какой-нибудь сверхкрасивой туманности, либо рядом с чёрной звездой, либо, не знаю, ещё где-нибудь, либо на краю Вселенной. Ну, я не знаю, можно было бы там выжить или нет, но мы, по крайней мере, попробуем рассмотреть все эти красоты. Ну что ж, друзья, представляю вашему вниманию вот наша планета Земля. Да, это планета Земля, боже. Давайте сейчас мы немножко переместимся, я вам покажу. Вот наша родина, наша планета Земля. И посмотри, мы находимся в какой прекрасной и красивой туманности, туманности Карина Небула. Для тех, кто не знает, что это за туманность, туманность Карина Небула. Туманность, которая находится в созвездии Киль. По-моему, у меня где-то в каких-то видео по Space Engine мы посещали её, находили какие-то планеты. Но вот сегодня, сегодня, да, это всё будет намного фантастически выглядеть. Мы будем находиться здесь, на планете Земля. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, сразу же просто опустимся на поверхность нашей планеты. И сразу скажу, ребятки, мы не будем смотреть дневное небо, потому что, ну, в дневном небе, я думаю, мы особо ничего не увидим. А будем смотреть на всю эту красоту с ночной стороны, то есть ночью на нашей планете Земля. Ну что ж, друзья, приятные посадки, приятного просмотра. Поехали. Итак, ребята, посмотрите на вечерний закат. Представь, если бы мы находились на Земле, Земля находилась бы в созвездии Киля, в этой грандиозной, да, поистине туманности. Посмотри, какое бы красивое ночное небо мы бы с вами могли наблюдать. Это невероятно. Невероятные краски. Подожди, это, по-моему, большое Магелланово облако. Оно, кажется, намного ближе, чем если бы ты бы глядел на него с Земли в свой телескоп. Да, боже, молодые звезды. Их здесь огромное количество. Это великолепие просто сводит с ума. Посмотри, насколько это все шикарно и красиво. Звезды находятся очень близко, рядом. О, боже, это просто прекрасно, просто фантастически. Давайте, наверное, немножко перемотаем, ускорим время и посмотрим, как все это перемещалось бы по ночному небосводу. Да, это фантастически. Это просто невероятно. Это невероятно. Да, подожди, стой, стой, стой. А туманность, еще какая-то рядом туманность диффузная. Прекрасно. Да, мы бы находились поистине в фантастичной туманности, и где-то неподалеку расстояние 396 световых лет у нас бы еще красовалась бы на ночном небе. Вот такая диффузная туманность. Боже, это... Просто я не нахожу слов, ребята. Посмотрите, насколько все это чудовищно красиво. Ох, это великолепно. Да, реально, это просто... Я не знаю. Я бы любовался бы, наверное, на всю эту красоту бесконечно. Так, ну что ж, друзья, давайте, наверное, перемещаться к следующему объекту и посмотрим на него. Если бы наша планета Земля находилась в нем, как бы все выглядело бы. Поехали. Итак, ребята, представляю вашему вниманию шаровое звездное скопление М-13. Да, боже, посмотри, сколько здесь звезд. Это невероятно. Скопление молодых звезд. Я скажу больше, что вся вот эта красота находится за границами нашей галактики Млечный Путь. Вот наш дом. Но наш дом на самом деле находится где-то на краю, где-то вон там. В рукаве Ориона. И он далеко. Но представь, если бы наша Земля была бы в М-13. Посмотри на это все великолепие. Боже. Сколько здесь звезд. Здесь были бы, да, здесь были бы яркие дни и ночи. Я сейчас, конечно же, вам все это покажу. И мы просто даже на несколько минут представим, насколько было бы это здорово. Ну что ж, друзья, давайте перемещаемся на поверхность. Поехали. Ох, это невероятно. Посмотри, какое бы дневное небо ты бы, наверное, наблюдал над своей головой. Миллионы звезд. Просто миллионы звезд. Да, это невероятно. А, видишь вот эту туманность? Смотри, по-моему, Луна. Смотри, видишь вот эту вот такую туманность? Как бы... А, нет, это облака. Это облака. Я думал, это туманность. Это наша галактика. Млечный путь, которую мы бы даже смогли бы видеть и днем. Но нет, это облака. Да, вот такое дневное небо ты бы наблюдал в звездном скоплении М-13. Созвездие Геркулеса. Ну что ж, давайте, наверное, ускорим время. И все-таки мне хочется посмотреть именно ночной пейзаж на нашей Земле в ночное время. Это, наверное, будет выглядеть очень фантастически. Давайте дождемся захода нашего Солнца. Ну и что же мы можем наблюдать? Ох, ну мне кажется, здесь дни... Ой, вернее, то есть ночи были бы очень яркими. То есть здесь, в принципе, не нужны были бы какие-то фонари или еще что-то. Я не знаю. Посмотри. Это невероятно. Это просто классно. А вот, кстати, наша галактика Млечный путь. Я думаю, что ты, наверное, бы вглядывался в нее бы по целую вечность. Ты ждал бы ночи, спал бы днем, а ночью ты бы лицезрел бы нашу галактику Млечный путь. Смотри, если приглядеться в нее, то кажется, что ты можешь туда просто прыгнуть и утонуть в пучине бесконечности. Да. Это невероятно, да. Вот за что я люблю этот симулятор. Представь, что ты на Земле, и ты, твоя планета Земля, находится в М13. Это было бы здорово. Пучина бесконечности. Фантастически. Так, ладно, друзья, давайте будем перемещаться к следующему объекту и посмотрим. Итак, друзья, мы с вами переместились на объект под названием Туманность Орла М16. Посмотри, здесь тоже довольно-таки очень красиво. Да, это огромная туманность и самый известный здесь объект. Посмотри. Узнаешь, это известные столбы творения. Да, невероятных размеров этот объект. Боже, это просто впечатляюще. Мне уже хочется поскорее опуститься на поверхность Земли и посмотреть на всю эту красоту, которая здесь есть. Представляешь, если бы наша Земля находилась бы здесь? Это классно. Ну что ж, ребятки, давайте перемещаемся на поверхность. И мне уже не терпится посмотреть на все вот это вот, на все эти краски и палитры космоса. Поехали. Ну что ж, посмотри на ночное небо Земли, находясь в этой туманности. Да, видны столбы творения. Боже, здесь я бы делал такие снимки невероятные, которые, наверное, делал бы каждый землянин, находясь здесь. Ха-ха-ха. Это было бы классно. Это здорово. Давайте немножко ускорим, наверное, время, потому что на это можно бесконечно смотреть. Так, по-моему, звездное какое-то скопление еще. Да, здесь было бы довольно-таки ярко. Это невероятно. Согласись, захватывает дух. Давайте немножко замедлим время. И можно даже вот так вот в режим полета немножко. Да, это очень впечатляет. Так, ну ладно, давайте переместимся к следующему объекту. Ну что же, друзья, представляю вашему вниманию черную дыру в галактике, в самом сердце галактики М87. Да, в центре этой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая делает ядро галактики активным. Кстати, этот объект является мощным источником различного излучения, особенно радиоволм, а также порождает струю под названием джет. Я думаю, что здесь даже не имеет смысла опускаться на поверхность нашей планеты Земля. Боже, это невероятно. Просто посмотри на Землю. И посмотри теперь на черную дыру. На фоне нашей Земли это невероятно просто выглядит. Потрясающе. Кстати, кстати, где-то я видел здесь, по-моему, еще какую-то близкую галактику. А, галактика М82. Хорошо. Туманность. А, это галактика Хо-Х и Х? Нет, это галактика Хо-9. Окей. Да, ну и скажу так, если бы наша Земля находилась бы рядом с этой черной дырой, то здесь ничего бы живого на нашей планете Земля не осталось. И ты бы просто не увидел бы всей этой растительности, всей этой воды, облаков и прочего на планете Земля. Потому что нас бы мгновенно убило бы большим излучением от черной дыры. Мда. Ну, примерно, наверное, как-то вот так вот можно смотреть на Землю на фоне черной дыры в галактике М87. Да, здорово. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, на этом я наше краткое путешествие окончу. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Если вы хотите данных продолжений, пишите в комментариях. И помните, друзья, космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, друзья. Всем новых открытий в мире Space Engine. Пока.